здравствуйте друзья светлана зачитывает вопрос да вопрос не простой надеюсь вы снимете видео желательно со светланой так мнение женщины очень здесь важно проблема очень большая но я постараюсь описать двух словах я живу в украине пару лет назад три месяца был сша по work and travel вообще у меня мечта вообще у меня мечта жить за границей а в идеале в сша играю в green card ищу пути но вот четыре года назад я встретил девушку и она с очень специфичной как по мне семьи в этой семье все держатся друг за друга семья я имею ввиду родственники около 50 человек в сумме друг друга никуда не отпускает и вот я в тысячный раз говорил девушке что хочу переехать но она говорит что дорожит своей семьей не бросит их тем более ее не отпускают мамы тебе учебу оплатили на средненькую работу устроили а ты едешь никуда вы понимаете желаем не иммигрировать я просто живу например в этом году если не выиграю green card то поеду работать какой-то вы и куда-то поет работать до копить деньги развиваться там и страница поведен арабский мира и стремится будущем сша она же убеждена что в нашем возрасте мне 22 и 23 уже пора жениться детей рожать и создавать семью и держаться вместе как вся их семья я понимаю ее воспитание такое и наверное ей это нравится но что же мне делать отказаться ради мечты наверное лучшего будущего в пользу любимого человека я не готов такой жизни что я буду всю жизнь жалеть что даже не попробовал я со скрипом на сердце с ней расстался подскажите пожалуйста что вы думаете в этой ситуации на правильном ли я пути ну что тебе сказать света давай я может быть начну дело в том что есть как бы ну два вот мы видим может быть их больше есть но вот мы видим два разных понимания жизни одно понимание жизни состоит в том что ты долго идешь какой-то цели и потом ты достиг этой цели у тебя появляется новое цель и ты как-то идешь развиваешься вот туда это у него да вот он хочет туда он там был он видел он хочет туда попасть а там уже кем-то стать понимаешь даже попав туда он не скажет все мы приехали вот а сейчас мы начнем делать там много-много детей и вытаскивать сюда свою семью у него еще что-то там дальше есть у девушки восприятие жизни другое я не хочу сказать что у кого-то из них лучше или хуже но просто другое девушка в свои там 23 года так она уже понимает что она хочет она хочет молодого человека она будет делать детей с ним так выращивать этих детей и ей не нужно для этого никуда ехать у нее есть для этого но как бы сказать для душевного равновесия у нее есть родственники до 50 человек этих родственников я не знаю я часто вот в вопросе этого нету но так то как я это вижу ты понимаешь что мы с тобой например совершенно далеки от любой какой-то религиозной тусовки группировки и так далее но вот описание девушки ее семьи мне например напоминает как живут баптисты и пятидесятники которых мы видим здесь в америке их очень много с украины вот сакраменто их 300 тысяч вот они примерно так живут они еще селятся недалеко от церкви ходят туда пешком да да я я не не к тому чтобы добавить туда какой-то религиозный аспект я просто говорю о том что я вот так и наблюдал какие-то такие группы но совершенно не обязательно чтобы это было связано с религией абсолютно но это какая-то мощная традиция понимаешь мощная это 50 человека они все в этом и конечно либо он должен душой стремиться к этому и тогда это будет ему на всю жизнь и он уже решил все вопросы жизненные конечно ему надо еще начать рожать детей и их выращивать но с точки зрения так сказать целей он уже на месте он уже приплыл бы если если бы он пошел этим путем но он не мог с этой девушкой он просто не мог потому что он свои 22 года значит уже фактически приплыл бы и никуда дальше не рвался бы а вот занимался бы обеспечением этих детей его социальная жизнь была бы ограничена в значительной степени этими 50 родственниками они пообщались с родственниками у этих дети у тех дети они вместе едут туда и вместе едут сюда и само по себе это совершенно замечательный образ жизни я бы сказал немножко такой патриархальный вот люди так жили вот со времен там адамы и евы вот они так жили понимаешь большими семьями с детьми там начинали детей даже вот не 20 лет там чуть ли не в 3 не в 13 не пойди не в 13 ну да конечно ты что скажешь кроме того что красный свет да я скажу совсем все по-другому давай конечно значит нужно быть и почему я не женился на сироте и есть еще другое мы выбираем нас выбирают как это часто не совпадает но и с одной стороны вроде бы есть и чувство обоюдное молодых горну наличие родственников до мешает ребята до мешает и к сожалению в платье как если в молодой семье ей нет единодушия еще нет то значит семьи еще нету это и не может быть потому что родители был все равно рвать ее на части значит и либо их либо это сирота на который родители не оказывают влияние либо это единодушие в семье и несмотря на это влияние значит молодые люди могут найти в себе силы от этого оторваться я думаю все дело же не в семье дело то что девушка сама так вот да так вот я и говорю если нет единодушия маленькой вот этой ячейки которая должна состояться то не может ничего получиться в этом же и проблема вся да и конечно это все душевная травма и очень часто бывает что один человек любит другого тут его не любит а что же тогда делать ну вот вот так вот не срастается не срастается а здесь вот что же дело девушка любит семью и она тоже на весах взвешивает что делали жили к семье дело в том что девушки не нужно никуда ехать она у нее все тут она комфортно чувствует и это самое она на чашках весов взвешивает что она больше хочет ехать куда-то или оставаться все-таки 7 если у нас не поедет она не сможет там плодить детей сразу ты не о том говоришь вообще я уже совсем даже не рассматриваю рассматриваю есть молодой человек и есть девушка и у них взгляды на жизнь совместную не совпадают вот и все и только об этом нужно говорить и молодой человек говорит я не готовы еще все бросить но в принципе он же принял решение они расстались это болезненный процесс болезненный процесс но в жизни не всегда бывает так что все гладко и в особенности там где касаются чувства и эмоции молодые люди и все это очень обострено и это может быть первые чувства очень сильные все это непросто но надо приходить на 4 тут вот и всегда есть выбор всегда есть выбор такой или сякой конечно это очень больно со стороны судить гораздо легче чем находиться внутри в этом котле когда на тебя наседают 50 от родственников я я думаю свет тут делаю чего-то дело не только в америке разлучницы пример которая манит его и он не может сейчас заниматься мне делать 50 этих родственников будут вмешаться в любой вопрос их жизни то есть если за девушкой стоит такая мощная стена молодой человек попал не на шутку нет ему предлагается влиться и раствориться дело все в том что как только будет какой-нибудь самый маленький незначительный конфликт интересов или чего-то его затопчут 50 человек но он по идее должен но сказать ей нужен девочке нужен мальчик который как бы хотел бы органично влиться вот в это во все так не так девочки нужен мальчик с такими же 50 родственниками которые исповедуют такие же взгляды вот почему мы говорим что когда люди женятся все-таки желательно чтобы они происходили из одной социальной среды чтобы у них взгляды на жизнь на семью на новую семью на родителей совпадали иначе они не сумеют свою семью построить все время кто-то будет ее рвать на части не получится ничего ну что же вообще взглядом я думаю тут не то чтобы какая-то большая история требующая серьезного какого-то углубленного рассмотрения не готов вот в этом словах в этих словах я к этому не готов и есть собственно ответ на вопрос ну я думаю что мы ему по-человечески сочувствуем потому что мы всякое расставание поддержим поддержим в том смысле что он принял решение он не готовы это правильное решение это правильное иначе его не может не сможет но поскольку это эмоционально сложное решение то мы как бы его поддержим вот в этом при том что мы считаем что он единственно правильно поступил и в общем-то у него и выбор это другого на самом деле у него не было выбора его может быть нравилась девушка и все-то в отрыве от от всего того что за сзади девушка идет с приданным 50 родственников это не такая простая ноша и это даже не связано с иммиграцией я думаю абсолютно нет это любой вопрос конечно ну хорошо что жениться на сироте светик давай твой юмор не угостит счастливо